Диэн, а что ролики не получаешь в каждую неделю выпускать? Выпускать, ну это сложно, идея нужна, сценарий, у меня съемки, встречи, бизнес, все дела, человек занесой. А чем вы в студию приехали? Так это студия моих друзей в Вандерлан, тут по промо-коду метким 10% скидка на аренду. Есть все оборудование, атмосфера клевая, домашняя, я вот даже тапки себе надел. А слабо прямо сейчас оторваться и пойти сделать фотографии? Я буду вся в крови, синяка, с рваными ранами и порезанной в стилистике Mortal Kombat. Привет, меня зовут Дима Меткин и это Заметки Меткина. В конце апреля вышла новая долгожданная часть Mortal Kombat 11. Мы вдохновившись любимым файтингом решили провести съемку в подобной стилистике. Скажу сразу, что это не косплей и у нас нет задачи точь-в-точь повторить персонажа игры. Скорее, мы хотим сфокусироваться на стилистике и заодно показать вам, как делают грим. Вроде разных рваных ран, кровяки, синяков и всего такого. А то я знаю, налетят сейчас в комментариях, начнут говорить, эээ, неканоничные и все такое, знаю я их. А поможет мне со всем этим мой бро, слэш-подружка, слэш-художник по гриму и спецэффектам там всяким Катя? Привет! У Кати клёвый инстаграм, там куча стрэшовых кадров с кровью, отрубленными пальцами, переломами и, конечно же, красивые салфачки. Но, как по мне, трошничок покруче будет. В общем, рекомендую подписаться, все ссылки будут в описании, как всегда. Также не забывайте и на меня подписаться тоже. У меня тоже классные аккаунты, там полезно. В общем, подписывайтесь. Ну что, давайте не будем затягивать и погнали к гримёрному столу. Катя, расскажи, что мы будем сегодня делать? А, я думаю, мы сделаем сломанный нос, пару рваных ран и царапин. Окей, а с чего начнём? С носа. Для начала возьмём немного воска. Его необходимо разогреть в руках, чтобы он был мягкий и пластичный. С помощью воска формируем горбинку на носу. Когда горбинка на носу готова, нам необходимо сгладить все переходы. Далее возьмём шпатель и вырежем рану. Для начала нужно, чтобы воск слился с цветом нашей кожи. Далее тёмным цветом мы заполняем пустоты внутри раны. Далее приступаем к раскраске. На этом наш нос готов. Далее делаем раны на лбу. Для начала нам нужно взять силикон и подготовить его. Далее из получившейся массы мы формируем рваные раны. Так как рана у нас рваная, края не обязательно должны быть ровными. После мы даём ей какое-то время высохнуть. Пока она сохнет, нарисуем синяк. Для этого на щеке нужными оттенками мы рисуем синяки. Пока закончим с синяками и вернёмся к нашим рваным ранам. Когда они подсохли, их нужно немного припудрить. После этого разрисовываем. Также добавляем в пустоты тёмного цвета и по краям красного. Чтобы завершить образ, мы добавляем царапины. Для этого нам понадобится обычная губка. Всё, остаётся добавить немного крови и наш образ готов. Так, ну что, у нас почти готов грим. Осталось добавить немножко крови и мы можем приступать непосредственно к съёмке. И давайте я вам расскажу, какой сетап и световую схему мы будем использовать сегодня. Основным источником света у нас будет вспышка с небольшим софтбоксом справа от модели. На противоположной стороне я расположил белый отражатель. В этот раз мы используем дым-машину для придания атмосферы кадру. Плюс он помогает сделать цвет более видимым и фактурным. В качестве фона используем чёрный рулон и не боимся захватить немного стены. В закате я располагаю два источника света со шторками и зелёными фильтрами. Левый источник работает в качестве контровола. А правый развернут таким образом, чтобы часть света пробивала дым и частично также отбивала светом контур. Что касается настроек камеры, то выдержка была 1,02 секунды. Диафрагма в рамках 10 и 11 и ISO 200. Так, ну что, мы, кажется, закончили съёмку. У нас получилось просто тонна крутых кадров. Теперь остаётся только обработка. Первым делом мы делаем проявку в камеру RAW. Используя смарт-объекты, мы локально проявляем интересующие нас области. Это даёт нам возможность без потери качества регулировать цвета, контрасты и другие настройки. После чего мы чистим кожу при помощи частотного разложения. Уделяя внимание как верхнему слою с текстурой, так и нижнему со светотенью. Подкрашиваем серые области необходимыми нам цветами, работая по маске на слое в режиме наложения кала. Сверху создаём слой для работы в технике Dodge & Burn. Слегка прорабатываем светотеневой рисунок и редактируем мелкие дефекты. Добавим немного контраста с помощью уровней и каналов. После делаем финальную цветокоррекцию. Это тоже удобно делать на смарт-объекте. Далее правим формы при помощи плагина Liquify. Затем шарпим изображение и после немного дорабатываем цвета в камеру RAW. На этот раз сильно не крутим ползунки, так как имеем дело уже не сурое изображение. Можем добавить контраста, шума и немного тонируем картинку. Готово. По аналогии делаем остальные кадры. Ну что, мы закончили. На мой взгляд, фотографии получились очень крутые. Вы можете разглядеть их в наших инстаграмах. Они появятся вот здесь. Обязательно подписывайтесь на канал, если ещё не подписаны. Ставьте лайк, жмите на колокольчик. Мы с вами увидимся в новых роликах. Пока-пока.